Читаем Библию вместе. В прямом эфире. Всем привет. 17 часов. 1 ноября. Сегодня еще раз. Всем привет. Читаем Библию вместе. Макс Белозеров. Читаем ее вместе? Читаем. Здравствуйте. Сегодня как-то здесь интереснее, веселее, живее, Макс, чем было неделю назад. Конечно, ведь с нами дамы. Вновь. Дарья Ефремова, Даш, привет. Всем добрый вечер. И Татьяна Круг. Привет. Слушайте, друзья, вот я не знаю, Макс, не дашь мне сам. Я соскучился, я соскучился. Вот что-то есть по динамике есть, по ведению передачи есть. Девушки, спасибо большое, что вы с нами. Слава Богу за то, что вы с нами. Слушайте, мы оценили, мы оценили. Старая банда снова вместе. Так и мы же рады, что мы снова с вами. Ну и сегодня мы снова читаем Библию вместе. И мы говорим, между прочим, о наглости. Вот так попасть в эфир на разговор о наглости, разговор о, может быть, не знаю, хитрости, желании и возможности достичь всего любыми путями. Порой наступая на людей, наступая на самих себя, сделать себе дорогу в этой жизни. Вот такая у нас сегодня тема для нашей беседы. Слушайте, друзья, вот я как-то не слышу, вот никаких, я не знаю, ух, никогда в жизни не видел наглости, или наглость для меня это второе счастье. Вот вам доводилось испытывать в жизни по отношению к себе, а может быть, и исходящую из себя наглость, хитрость, желание прорваться. Наглость вообще на каждом углу. Второе счастье у тех людей, которые стоят в очереди вечером на автобус, чинно мирные бабуленьки и детишки, а какие-нибудь две чики, в лучшем случае 11 класс, первый курс, такие, хоп, и всю очередь в наглую влезать, ничего не знаем. А ты стоишь и мерзнешь, и прям, ух. А я помню в какой-то детской, ну не совсем детской книге, а в школьной, в начальной классе, в начальной школе я читала книгу, и там была такая фраза, что наглость – это третье счастье, а второе – это наивность. Ух ты, сколько же их бывает, этих самых счастьев, наглость, наивность, да. Я помню, в студенческие еще времена у нас была сокурсница, которая совершенно спокойно могла прийти на занятия, уже вот пропустив даже не полсеместра, нет, пропустив почти весь семестр. Она ходила на последнее время. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok